Девушки отдыхают Кто-то не может без нее жить А кого-то она лишает смысла жизни Ну, здравствуй, Сережа В эфире место встречи И тема сегодняшней программы Измена Минуточку Настя, во-первых, это не то, что ты только что подумала сейчас Это совсем не то Мила, я все объясню Это мы есть на самом деле простой объяснение Конечно, есть Давайте поговорим, как взрослые девушки На самом деле, только без суеты АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты Я плачу, рискую Тоже, как она танцует Кольнула Невнятно Это что-то непонятное Я плачу, а она смеется Если пришла Смотри, как я без тебя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Настя, давай на чистоту. У другой женщины, у соседки, у лучшей подруги, например. Тебе отвечу как на духу. Нет. Если я одалживала один раз, то только у работы. Работа – это та, кто действительно отнимал все его время. А ты, теоретически, мог бы одолжить свою вторую половинку? Анастасиевна, ты шутишь. Любовь ведь это не вещь. Человек сам должен решить, с кем ему быть. Любовь нельзя одолжить. Любовь можно только отпустить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 После ветреной зимы У подруги, у подруги я тебя одолжила И головушку твою закружила Обещала, что верну непременно Но во мне произошла перемена Одолжила, одолжила Твою голову скружила И верну тебя обожилась Но со мной беда случилась Но со мной беда случилась Я сама в тебя влюбилась Я влюбилась и забыла Что тебя я одолжила Я взяла тебя взаймы на неделю А все дни давным-давно пролетели Раньше, помню, я долги возвращала А с тобой забыла, что обещала А с тобой забыла я все на свете Как вернуть теперь тебя, кто ответит Одолжила, одолжила Твою голову скружила И верну тебя обожилась Но со мной беда случилась Но со мной беда случилась Я сама в тебя влюбилась Я влюбилась и забыла Что тебя я одолжила Одолжила, одолжила Твою голову скружила Твою голову скружила И верну тебя обожилась Но со мной беда случилась Но со мной беда случилась Я сама в тебя влюбилась Я влюбилась и забыла Что тебя я одолжила Субтитры создавал DimaTorzok Вот ведь бывает с некоторыми песнями эдак Сразу после выхода Композиция одолжила Буквально заполонила все радиоэфиры И Таисия Павали решила продолжить Успешную историю Более того, тем же автором Она заказала продолжение И новая песня называлась «Возвращаю» Таисия была на 100% уверена Что это будет новый хит Каково же было удивление Таисии Когда она увидела в зрительском зале Полное непонимание глаза женщин И здесь стало очевидно Наши женщины никому Ничего не собираются возвращать А если кто-то вот возьмет Да и не захочет тебе Возвращать обратно того, кого ты одолжила Найдешь ты себе силы До конца бороться за свою любовь А? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вона мені сьогодні подзвонила АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вон она твоя дружина Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ирина, у нас сегодня очень серьёзная тема, на самом деле, такая, волнующая и трудная, для многих, о изменах вообще говорим. openly сбросим маски, давай вот просто вот橋 вот как люди, как человеки, приоткрой, приоткрой нам немного, занавес о своей личной жизни. На риторический вопрос. Прощать измену любимого человека или не прощать? Как вы отвечаете для себя? Я знаю, что многие прощают для того, чтобы удержать семью, для того, чтобы дети были счастливы. Но лично я по знаку зодиака Овен. У меня черное или белое, у меня огонь или лед. Я никогда бы не простила, и в принципе, не простила измену в своей жизни. А был случай. Да, поэтому я думаю, что это и есть верный способ с этим бороться. Вы узнали о том, что любимый человек, с которым у вас были отношения, вам изменил. И вы сразу все отрезали? Или вы все-таки попытались дать ему шанс объяснить? Как это было? Нет, дело в том, что когда я заметила то, что что-то не так, уже началось. А как вы заметили? Он стал кричать, он стал рассказывать, что мой суп приготовлен не в 2 часа дня, а в 3. Ну, то есть я подумала, что это уже что-то не так. И вот я сопоставила все факты и подумала, что мне нужно увлечься кем-то другим. И я, в общем-то, пока он кричал и ругался, я уже познакомилась с другим мужчиной. И вот мы так по-любовной расстались. Ну, а вот это вот желание найти соперницу, увидеть эту женщину, которая уводит у вас любимого человека, есть оно внутри? Какая она? Почему она лучше меня? Ну, я увидела. Да? Да, случайно, на перекрестке, по иронии судьбы, была зима, я ехала в красивой шубе, на красивой машине, с красивым водителем. И когда я увидела его машину... Я прямо сейчас клип вижу. Она сидела рядышком. Я посмотрела в окошко, вот так вот сказала, ну, как бы приоткрой окно. И когда она мне помахала, вот так вот, я ей показала то, что я сейчас в эфире показывать не буду. Это рецепт, как обращаться с соперницей от Ирины Билок. Да, тем более, что она серая мышь, как я заметила, поэтому я думаю, что это как раз то, что она должна была увидеть. Да. Ира, у меня есть к вам один вопрос, как женщина к женщине. Серега, закрой уши. Нет, я лучше пойду вызову себе такси, оставлю вас девочке. И так разговор будет еще более искренним, я думаю. И это правильно. Девичьи разговоры. Ирина, скажите, если все-таки женщина позволяет себе увлечься, нужно ли ей об этом рассказывать? И если бы мои подруги спрашивали, то я бы сказала, что если тебе нравится другой человек, то нужно с этим прощаться. И сам факт измены для меня это табу. Это нельзя делать. Нужно жить только с любимым человеком. Спасибо вам, Ирина. Спасибо вам. Он был старше ее, она была хороша, в ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам. И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окно темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький чай. В час, когда она летала по ночам. А потом, поутру она клялась, Что вчера это был последний раз. Он прощал, но ночью за окном темно. И она улетала все равно. А он дарил ей розы, покупал ей духи, Посвящал ей песни, читал ей стихи. Он хватался за нитку, как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной Она забудет дорогу домой. И однажды ночь вышла именно так. Он страдал, если за окно темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький чай. В час, когда она летала по ночам. А потом, поутру она клялась, Что вчера это был последний раз. Он прощал, но ночью за окном темно. И она улетала все равно. И три дня, и три ночи он не спал, не ел. Он сидел у окна и на небо глядел. Он твердил ее имя, выходил встречать на карниз. А когда покатилась на убыль луна, Он шагнул из окна, как шагала она. Он взлетел, как взлетала она, Но не вверх, а вниз. А потом, поутру она клялась, Что вчера это был последний раз. Он прощал, но ночью за окном темно. И она улетала все равно. И она улетала все равно. И она улетала все равно. Я вот об одиночестве хотел с тобой поговорить. Вот некоторые люди его боятся больше смерти, Пуще всяких болезней. Ты как вообще относишься к одиночеству? Я с ним соприкасалась. И ты знаешь, я думаю, что при разрыве Мы не столько боимся потерять близкого человека. Мы больше опасаемся остаться в той пустоте, Которая окружит нас после его ухода. То есть мы боимся не за него. Боимся за себя в этой леденящей пустоте. Я долгое время ловился на том, Что хочу избежать каждый раз одиночества. Ввязывался в какие-то отношения, А потом опять наступало одиночество. Ты знаешь, к какому выводу пришел? Что есть одиночество гораздо более томительное, Чем то, с которым мы боремся, Вступая каждый раз в какие-то новые отношения. Внутреннее одиночество. Вот от него вообще никуда не деться. И как вот с ним бороться? Мне кажется, что в таких случаях Нужно просто приобнять одиночество, И улыбнуться ему навстречу. Одиночество – мой лучший друг. Вот что я хочу тебе сказать, Настя. Вот так-то. Каменная леди, ледяная сказка, Вместо сердца камень, Вместо чувства маска. И что больно все равно? Одинокой кошкой, Больным тихим зверем Никогда не плачет, Никому не верит, И что больно все равно? Одиночество – сволочь. Одиночество – сволочь. Одиночество – сволочь. И я не чувствую сердца. Я не чувствую руку. Я сама так решила. Одиночество – сволочь. Тишина мне подруга. Лучше б я все не решила. Одиночество – мука. Одиночество – мука. И в обе этих страсти Укращает лица. Знай, что она хочет, Хочет покориться тебе, Проиграть в игре. В рвется она в клетку Чувства и желаний. Надоело, но разберется Две ожидания одной. Встань ее судьбой. Одиночество – сволочь. Одиночество – сволочь. И я не чувствую сердца. Я не чувствую руку. Я сама так решила. Тишина мне подруга. Лучше б я все не решила. Одиночество – мука. Я ж сама дверь закрыла. Я с собой довольна. Отчего же так плохо? Отчего же так плохо? Субтитры создавал DimaTorzok Я сама так решила, тишина мне подруга. Лучше б я тут решила, одиночество Бога, одиночество слюха. А вот мало кто знает, что на самом деле стихи к этой песне были написаны, внимание, в 1936 году. Написал их очень неоднозначный человек. Его звали Владимир Киршон. Он руководил Ассоциацией пролетарских писателей. Он совершенно беспощадно боролся с литературными врагами Родины. Более того, Сергей, ты знаешь, он был главным заводилой в травле Михаила Булгакова. В конце концов и сам Владимир Киршон был объявлен врагом народа. До наших дней каким-то чудом дошли стихи, которые начинаются словами «Я спросил у Ясени». Вот такая ирония судьбы. Я спросил у Ясеня, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у Тополя, где моя любимая. Тополь забросал меня осеннюю листвой. Я спросил у Осени, где моя любимая. Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал, где моя любимая. Долго дождик слезы лил за моим окном. Я спросил у Месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая. Облака растаяла в небесной синеве. Друг ты мой единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась я, знаешь, где она. Друг ответил преданный. Друг ответил искренный. Была тебе любимая. Была тебе любимая. Была тебе любимая. А стала мне жена. Я стараюсь раден, я стараюсь вас любить. Я стараюсь раден, я не верю. Друг ответил это, что моя любимая. Одна почти забытая всеми легенда рассказывает о том, что жили-были юноша и девушка, которые безумно любили друг друга. У девушки был дивный голос, и больше всего на свете она любила петь своему возлюбленному о том, как сильно она его любит. А юноша больше всего на свете любил ее слушать. Казалось, их любви не будет предела, и ничто не может помешать их счастью. Однако незадолго до свадьбы девушка заболела и умерла. Возлюбленный похоронил ее на высоком холме, а над могилой высадил молодую сосну. Прошло много лет. На площади, в центре города, играл скрипач. И вдруг возле него внезапно остановился древний старик. И долго молча слушал его, как будто вспоминая о чем-то. Слушал. Слушал. Когда музыкант закончил играть, старик спросил, из чего сделана скрипка. Музыкант ответил, она выточена из старой сосны, которая росла на высоком холме. С тех пор каждый божий день этот старик приходил. Часами стоял возле скрипача, смотрел куда-то в пустоту и слушал, слушал, слушал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Покохала, покохала я до боли молодого, молодого скрипаля. Покохала, зачарована струною, заблукала та мелодією. Кай зелений, журавлиною весною, я понесла своє серце скрипалю. Шла до нього, наче місячна царівна, шла до нього, як до березня весна. І не знала, що та музика чарівна не для мене, а для іншої луна. Музика Чарівна не для мене, а для іншої луна. Сіла птаха, білокрила на тополю. Сіло сонце, понадвечір за поля. Чарівна не для мене, а для іншої луна. Чарівна не для мене, а для іншої луна. Чарівна не для мене, а для іншої луна. Для каждого человека слово «измена» звучит по-разному. Но у всех измен есть общие признаки. Наверное, стоит задуматься, если ваш любимый человек внезапно начал тщательно следить за своим внешним видом. Или на его телефоне и компьютере появились пароли. Вдруг какие-то постоянные задержки на работе. Поздние ужины с коллегами, друзьями. Неожиданно вам дарят какие-то непривычные подарки. Может быть, на подсознательном уровне ваш партнер пытается загладить вину перед вами? Знаешь, Сергей, наверное, еще долго можно перечислять возможные признаки «измены». Но лучше, чем ваше сердце, вам никто не подскажет. Более того, может быть, оно давно уже пытается вам что-то сказать, а вы просто не хотите его слышать. А может, вы это сами себе накрутили все. Может, ваша половинка действительно пытается хорошо выглядеть, чтобы радовать вас. На самом деле много работает и искренне дарит вам подарки. Мы ведь можем ошибаться. Мы ведь люди, а не ангелы. Дай затянуться, а ты весь сбросила. С тобой бросишь, тем более осенью. Кому ходишь, капитан Америка? Прошу, родная, не начинай стереку. Прошу, родная, не начинай стереку. Прошу, родная, не начинай стереку. Так просто, пока еще слабо верится. Сейчас ты уйдешь, двери закроются. И только начнется, вернее, закончится. Давай, давай, привет передавай. Дикой архиде отломанной сирени. Давай, давай, привет передавай. Дополненным бокалом и того стакана. Давай, давай, привет передавай. Дикой архиде отломанной сирени. Давай, давай, привет передавай. Дополненным бокалом и того стакана. Дай затянуться, а ты весь сбросила С тобой бросишь, тем более осенью Кому уходишь, мой будущий бывший Прости, родная, прости меня, слышишь? Давай, давай, привет передавай Тихая хедея, плова на сирене Давай, давай, привет передавай Наполненным бокалом от литого стакана Давай, давай, привет передавай Тихая хедея, плова на сирене Давай, давай, привет передавай Наполненным бокалом от литого стакана В героине этой песни есть реальный прототип. Соседка автора. От нее муж ушел к другой женщине. После этого всем подъездом ее стали называть мадам Брошкина. Немаловажный момент. Она сама была не против. Так вот вам еще один способ справиться с изменой. Отнеситесь ко всему с иронией и шутите над собой. Спасибо. А я живу одна, такие вот пыла. А все одна взяла и мужа увела. И он теперь живет с этой дурой кошкой. Целует ручки ей и греет ножки. Я знаю, что у нее, у нее, у нее душа Брошкина. А я хорошая, мадам Брошкина. Она такая, не какая, не какая, но шо ты в ней нашел? А я такая, блин, такая, не какая, но мой поезд ушел. Не вспоминает он меня дворица, две зимы. Ох, ты. А вспоминали тогда, когда мы дадим с вами. И на шоу он там живет, скажите, люди добрые. Ты крошка. Купил колечко ей. Купил сережки ей. Я знаю, что у нее, у нее, у нее душа Брошкина. А я хорошая, мадам Брошкина. Она такая, не какая, не какая, но шо ты в ней нашел? А я такая, блин, такая, такая, но мой поезд ушел. На что подарился на зеркаль, где я каю? На кудри белые, крашеные под косынкою. Вот так бы и дала бы ей бы бабушке. Мадам Брошкина. Я знаю, что у нее, у нее, у нее душа Брошкина. А я считаю меня, мадам Брошкина. Она такая, не какая, не какая, но шо ты в ней нашел? А я такая, блин, такая, такая, но мой поезд ушел. Мадам Брошкина. Мадам Брошкина. Мадам Брошкина. Мадам Брошкина. Мадам Брошкина. Это один из самых первых, безусловно, самых ярких поп-хитов постсоветского периода. И, конечно, он обезменит. Эта песня сильной самостоятельной женщины, которая не по-женски мужественно приняла факт измены любимого человека и буквально выставила его за дверь. Кстати, впервые ее исполнила настоящая роковая женщина Наталья Ветлицкая. Судя по всему, Наталья и в жизни была способна на такие быстрые и серьезные решения. Чего только стоит внимание ее девятидневный брак с певцом Женей Белоусом. Ну, а что здесь такого необычного? Ну, девятидневный брак, чувства бывают скоротечные. Это же не искусство, которое на века. Ну, почти как эта песня, которую мы любим уже 20 лет. 20 лет, даже не верится. Как и не верится в то, что вечно молодой Наталья Ветлицкая недавно исполнилось 50. Останься со мною Еще несколько минут Я знаю Под утро Часы Бешено бегут Посмотри в глаза, я хочу сказать Я забыла тебя, я не буду ждать Я хочу узнать, на кого ты меня променял Но лучше не звони и меня не зови Я забыла про все, что ты говорил Я беру тебе все, что ты подарил Мой мальчик Твой голос Звучит У меня внутри Последний День летний Стоит Молча у двери Посмотри в глаза, я хочу сказать Я забыла тебя, я не буду ждать Я хочу узнать, на кого ты меня променял Но лучше не звони и меня не зови Я забыла про все, что ты говорил Я беру тебе все, что ты подарил Смотри в глаза, я хочу сказать Я забыла тебя, я не буду ждать Я хочу узнать, на кого ты меня променял Но лучше не звони и меня не зови Я забыла про все, что ты говорил Я беру тебе все, что ты подарил Я беру тебе все, что ты говорил Я верну тебе всё, что ты подарил Смотри, глаза, я хочу сказать Я знаю, глаза, я хочу сказать Настя, а что бы ты сделал, если бы тебе изменили? Ну, непростой вопрос на самом деле Судя по тебе, ты бы сбросился скалы в пропасть без разговоров А я человек добрый Я бы, может быть, обанкротила, может быть, отравила аккуратно В зависимости от степени обиды Ну, шучу на самом деле На самом деле, думала бы, что я сделала не так Анализировала бы свои поступки и в открытые конфликты не вступала Ой, Ли Да Что и даже его любимые удочки бы не поломала? Сохранила бы имущество Что и даже его любимые галстуки бы ножницами бы не порезала бы? Ни в коем случае Золотая женщина Ну, не всем так повезло, на самом деле, с их вторыми половинками Потому что есть те из них, кто за измену мстят действительно очень больно Причем довольно часто объектом мести Для того, чтобы наказать обманщика или обманщицу, становится самое дорогое, что у них есть Автомобиль Внимание на экран Итак, план первый Таран Это может быть вот такое простое безжалостное разрушение автомобиля мужа прямо во дворе в любовнице План два Автокружева А вот, например, жена случайно оставила открытую страничку сайта знакомств, где написала, что муж ее идиот, а она больше всего на свете любит лошадей и свой кабриолет И вот муж решил совместить два хобби-жены Зачерпнул ковшом экскаватора немного конских отходов и высыпал в ее открытый кабриолет Вот так Настя, ну я не могу на это смотреть Это же кабриолет Это удар ниже пояса Очень больно, очень Смотреть больно, а изменять не больно АПЛОДИСМЕНТЫ Этой ночью в спящем городе Ветер бьется черной птицей Пусто в доме и холодно И до поздней звезд не сплится Упаду в объятья темноты И пойду пути не зная Виновата в этом только ты Только ты Только ты Вольно мне больно Не унять эту злую боль Вольно мне больно Умирает любовь Вольно мне больно Не могу удержать я слез Черный ветер на крыльях разлук Мое счастье унес Ты разбила мое сердце И остоки разбросала Ты всегда была моей звездой А теперь чужое устало Отпустил тебя, смирясь с судьбой Я на все четыре стороны И кружатся над моей бедой Вороны, вороны Вольно мне больно Не унять эту злую боль Вольно мне больно Умирает любовь Вольно мне больно Не могу удержать я слез Черный ветер на крыльях разлук Мое счастье унес Больно мне больно Не унять эту злую боль Вольно мне больно Умирает любовь Вольно мне больно Вольно, как больно Не унять эту злую боль Вольно мне больно Умирает любовь Вольно, как больно Не могу удержать я слез Черный ветер на крыльях разлук Мое счастье унес Черный ветер на крыльях разлук Мое счастье унес Настя А как ты относишься вообще к курортным романам? Ты знаешь, ничего плохого в них не вижу на самом деле Кроме того, что иногда после курортных романов Возвращаешься еще более уставшим, чем до отпуска Поэтому лично я на каникулах стараюсь все-таки отдыхать В том числе и от внимания мужчин Ну? Что ну? Ну теперь ты спроси, были ли у меня курортные романы? Да что тут спрашивать, Сергей? По твоему круглогодичному загару Понятно, что у тебя других романов, кроме курортных Просто не бывает Да Вот Вернулся недавно с отдыха И был у меня там курортный роман Ну-ну-ну С моей женой Мы издали отдыхать вместе с семьей с детьми Ты целовал мои губы За тех, кто меня любит Но танцевала руку Я в этот раз с другим Когда ты меня увидел Ты изменился в лице Луис, кому ты ревнуешь? Это твой друг Хосе Ай-яй-яй 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 Ты сразу обросил тень Девночка, побитая птица Падала в синий рассвет Ты пальцами его не тронешь Шутула я в тишине Нет в Акапулько мужчины Что может меня приручать Акапулько, ай-яй-яй-яй Акапулько, ай-яй-яй-яй Акапулько, ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй Акапулько, ай-яй-яй-яй Акапулько, ай-яй-яй-яй Акапулько, ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй Я ничего не ответил Но это и был ответ Я никогда не забуду, как обнажил стилет Ты мне назначил свидание в полночь на желтой косе Когда за моей спиной стилет обнажил Хасе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ай-яй-яй Ай-яй-яй АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Раз, два, три, калина, чорнявая девчина, саду я вновь вербала. Знаю, знаю, девчинонько, чин я тебе розгнівить. Що є вчора, із вечора, із другою говори. Маруся, раз, два, три, калина, чорнявая девчина, саду я вновь вербала. Раз, два, три, калина, чорнявая девчина, саду я вновь вербала. Маруся, раз, два, три, калина, чорнявая девчина, саду я вновь вербала. Маруся, раз, два, три, калина, чорнявая девчина, саду я вновь вербала. Маруся, раз, два, три, колына, чёрная, твоя девчина, за эту яглубырала. Маруся, раз, два, три, колына, чёрная, твоя девчина, за эту яглубырала. Когда ты узнаёшь, что любимые люди тебе изменили? Ну, в моей жизни, слава Богу, не было пока что таких, как бы, таких моментов, потому что, наверное, в силу своей ещё юности, может быть, неопытности какой-то, у меня не было тех отношений, в которых могли бы быть разрывы, любовь, измены, ну, в общем, все составляющие настоящих отношений. Но это произошло с моими самыми любимыми людьми, с моими родителями. Так получилось, так сложилась жизнь. Было очень больно моей маме, потому что так получилось, что отец ушёл. Вот, ну, такова судьба, наверное, была. Так нужно было тогда, в то время. А я очень долгое время жила с вопросом, ну, что же, если бы, если бы так не случилось. Я на него так не нашла ответ, но, наверное, его искать не надо было. Возможно, не было бы сегодня меня. Давай поставим этот же вопрос, что, если бы, применение к твоей ситуации, что, если ты бы узнала, что тебе изменили, как бы ты поступила? Знаете, один очень близкий мой друг, очень мудрый человек, сказал мне когда-то, что простить можно всё. Обо всём можно говорить, всё можно обсуждать. Только если есть что обсуждать, понимаете? Если человек изменил, и он хочет, чтобы его простили, потому что искренне любит тебя. Мне кажется, что нужно в отношениях стараться друг другу уделять больше внимания. И мы просто вот попадаем в такую рутину, только успеваем перелистывать календарь. Всё у нас одно и то же. Очень мало в жизни каких-то перемен. Очень мало возможностей... Ты к чему ведёшь? К оправданию измен? Нет, я просто хочу понять. Я понимаю, что Серёжа... Мы начинаем функционировать в какой-то момент. То есть не жить, а функционировать, выживать. И здесь вот романтические души, ну, неважно, мужчина это или женщина, то есть вот романтически устроенные души, они начинают страдать. Им не хватает внимания, не хватает какой-то романтики, не хватает каких-то таких вот лёгких экспериментов. Я в хорошем смысле этого слова. Я всегда чувствовала, да, вот мы говорим женщине иногда, ты мне мало внимания уделяешь, ты... Но ведь мужчины, они не менее хрупкие в душе, чем мы, просто они об этом не говорят. Конечно, мы тоже не будем когда-нибудь читать в стихии. Они этого не показывают. Каждый из вас всегда в душе расставаться. Мила, не оправдывай мужчин. Нет, в любом случае. Это не романтические души в случае измены, это другое. Это не оправдание ни в коем случае. Я просто говорю о том, что измена никогда не бывает без причины. Значит, чего-то человек не получил от тебя, что получил от другого человека. В первую очередь всегда причину нужно искать в себе. Друзья, мы не будем забывать о том, что для того, чтобы сохранить хорошее отношение, не нужно стесняться говорить, говорить друг с другом. А лучше всего, если за этими словами будут следовать какие-то поступки, хорошие, красивые, правильные поступки, которые будут доказывать нашу любовь. Да? Совершенно верно. И еще мне хочется всем нам пожелать, чтобы мы как можно реже говорили о любви в прошедшем времени. Чтобы мы чаще говорили «Я люблю» и как можно реже «Я любил» или «Я любила». А я не знала, что не вылечить временем, не укрыть снегопадами в моем сердце печаль. А я не знала, что любовь моя прежняя А живет так негативно, вновь его повстречать. Я же его любила, а он меня не простил. Тенью за ним ходила, а он меня не пустил. Ночью, чем розовый шок, я же его любила, а он меня не нашел. Не миновала я пути неизбежного, А я не знала, что любовь моя прежняя А живет так негативно, вновь его повстречать. Я же его любила, а он меня не простил. Тенью за ним ходила, а он меня не пустил. Ночью, чем розовый шок, я же его любила, А он меня не нашел. А он меня не нашел. Тенью за ним ходила, а он меня не нашел. Ночью, чем розовый шок, я же его любила, Я же его любила, а он меня не простил. Тенью за ним ходила, а он меня не пустил. Тенью за ним ходила, а он меня не спустил. Тенью за ним ходила, а он меня не пустил. Тенью за ним ходила, а я же его любила, Ночью, чем розовый шок, я же его любила, А он меня не нашел. А он меня не нашёл А он меня не нашёл Давайте постараемся не огорчать и не обесценивать себя изменами Увидимся через неделю И помните на всякий случай Изменить близкому человеку дело не хитро А вот место встречи, место встречи изменить нельзя